Музыка Школа гимнастики. На Черемушках завершается строительство нового спортивного комплекса. Ремонт дорог. Подрядчики выполнили более половины запланированного объема работ. Бригада по благоустройству. Стартовал второй поток летней трудовой занятости подростков. Здравствуйте в студии Марина Белова. Вместе с корреспондентами канала РЕН-ТВ «Армавир» познакомлю вас с основными событиями из жизни города. В микрорайоне Черемушки завершается строительство комплекса для занятий спортивной гимнастикой. Каркас здания уже готов. Ведутся отделочные работы. Процесс строительства контролируют городские власти. Глава «Армавира» Андрей Харченко провел выездное совещание на месте возведения нового спортивного объекта. К строительству комплекса для занятий спортивной гимнастикой в «Армавире» приступили в конце прошлого года. За это время рабочие возвели здание, смонтировали кровлю, подвели необходимые коммуникации. В настоящее время строители заняты внутренней отделкой, установкой дверей и водостоков. Глава города призвал подрядчиков приступить к благоустройству прилегающей территории. Все подрезать на 3,5-4 метра. Мы тогда увидим, что надо еще убрать. Новый спорткомплекс поможет выполнить задачи, которые обозначены в национальном проекте «Демография». На его строительство направлено более 43 миллионов рублей. Открыть объект планируют в середине лета. К другим темам. В «Армавире» продолжается капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования. В данный момент подрядчики выполнили более половины запланированного объема работ. На перекрестке улиц Ленина и Чечерина идет установка новых канализационных люков. Подробности расскажет Влада Волошина. Компания ДТК – проверенный подрядчик. Ее сотрудники ежегодно занимаются ремонтом армавирских дорог. На этот раз новое асфальтобетонное покрытие получат сразу несколько участков в центре города. Это улицы Дзержинского от Розы-Люксембург до Ленина, Ленина от Дзержинского до Урицкого, Роза-Люксембург от Горького до Пугачева и Ленина от Ефремова до Кирова. Асфальтобетонное покрытие имело сетку трещин, выбоины, наплывы, разрушение кромок асфальта. Бордюры имели полы, трещины, разрушение верхней части до 30% было. На улице Ленина в районе отдела полиции строители уже заменили бордюры и приступили к установке новых канализационных люков. На этом участке их 57. Люки будут вровень с обновленной дорогой, чтобы автомобильному движению не мешали ямы. После установки новых люков подрядчики восстановят вокруг них асфальт, а затем покроют дорогу слоем нового, толщиной 5 сантиметров. Таким образом обновят более 8 тысяч квадратных метров проезжей части. Качество работы я считаю, что отличное. Люди добавились еще. То есть техника добавилась, люди добавились. Я думаю, что достаточно средств, чтобы закончить вовремя. Параллельно продолжаются работы еще на трех участках улиц. Завершить этот этап планируется 1 июля. Потом капитальный ремонт автодорог продолжится на других участках. По плану еще три улицы. Центральная, Шаумяна и Старая станица, подъездная дорога к детскому садику. Восстановление асфальтобетонного покрытия, поднятие люков. В целом на первый этап капремонта дорог в Армавире будет потрачено 34 миллиона рублей. Работы поэтапно будут продолжаться практически все лето. Влада Волошина, Артур Каджанян, служба информации телеканала РЕН-ТВ Армавир. Продолжаем выпуск. Стартовал второй поток летней трудовой занятости несовершеннолетних горожан. Подростки в составе трудовых бригад продолжают благоустраивать город, убирать сорную растительность, ухаживать за зелеными насаждениями и получать за это первые заработанные деньги. За ходом работы трудовых бригад наблюдала наш корреспондент Инна Лепеткина. Рабочий день у армавирских подростков начинается в 8 утра. Пока на улице не наступила жара, ребята принимаются за дело. Вырезают поросль вокруг деревьев, чистят плиточные швы, собирают ветки и растительный мусор. 18 июня к работе приступил второй поток трудовых бригад. Первая бригада у нас стартовала 3 июня. Мы начали работу свою с Новороссийской, 90, и дошли до сквера Воробьева. Ребята у нас активно работают, работа им нравится, заставлять никого не приходится. Также они участвуют у нас в различных мероприятиях, которые организует Центр молодежной политики и отдел по делам молодежи. Бригадники трудятся по 4 часа в день и заканчивают в 12.30. В 10 часов предусмотрен получасовой перерыв, во время которого они могут отдохнуть и подкрепиться. Перерыв мы, ребят, не отпускаем никуда, потому что на первом месте у нас безопасность, чтобы никто не попал под машину, там правила дорожного движения. Так что у нас ребята на объекте, чтобы дорогу не переходили, никакие магазины, питье, еду они берут с собой. Также устраиваем им различные во время отдыха мероприятия какие-то, может быть, какая-нибудь викторина, или же они берут с собой мяч, бомбинтон, и так отдыхаем. В первом потоке на улицах Армавира работало 144 подростка, второй собрал уже 215 человек. Это парни и девушки от 14 до 18 лет, которые проведут время с пользой и получат первую зарплату. Ренату Гойдину понравилось работать в прошлом году, и он вернулся в бригаду сразу после экзаменов. Лето, время свободное, заняться нечем, вот решил подзаработать немножко, ну и просто познакомиться с людьми новыми. Пришел, устроился в бригаду, было несложно. Вот первый рабочий день. И так знакомые были, познакомились, повезло тебе, это, недалеко от дома, 15 минут на велике проехал и на работе. Пока коплю, ну а там дальше посмотрим. Может быть, если останутся, уже когда поступать буду где-нибудь, пригодятся. Так, ну, главное, чтобы были. Сейчас на территории города трудятся сразу 10 бригад. Некоторых из них направляют к пожилым армавирцам. Они помогают пенсионерам и инвалидам по дому и в огороде. Этим летом бригады сменят 5 потоков и помогут трудоустроить почти 900 подростков. За 7 рабочих дней ребята заработают около 4 тысяч рублей. Инна Лепеткина, Игорь Щеников, служба информации, телеканал РНТВ «Армавир». Это был заключительный сюжет. Еще больше новостей на сайте городармавир.ру, на авторадио и на страничках в соцсетях. Добавляйтесь в группы, чтобы первыми узнавать новости. С вами была Марина Белова. Всего доброго. Смотрите канал РНТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова